друзья всем привет всем здравствуйте с праздником девочки я сразу же хочу пожелать вам счастья и здоровья с праздником весны сегодня кстати и первый день масленицы я буду делать блинчики жарить блинчики до девочки дорогие наши женщины поздравляем вас 8 марта желаем чтобы вашей душе всегда было тепло светло больше любви больше внимания исполнение всех желаний от имени от мужского имени скажу что вы нас вдохновляете вы даете нам силу свет тепло уют и мы вас очень очень всех любим поэтому я хочу чтобы вы всегда цвели были здоровы и счастливы и чтобы у вас всегда любили больше внимания ну так же самое главное мы ведем творческие эфиры творческих успехов вам что чтобы все у вас получалось чтобы все у вас просто вылетала чтобы шло все как по маслу особенно в лепке вот лепка с лепкой надо дружить но у нас сегодня вторая часть продолжение встречаем весну до июля будет продолжит окрашивание работы и так приступаем камера на стол так достаем кисти достаем у нас на всю сейчас палитра до и так вчера мы с вами делали вот такое паном небольшое и сегодня мы с вами будем его окрашивать какие краски мы берем для начала мы выкладываем белила они нам нужны будут обязательно выкладываем их на палитру белила у меня титановые фирма таир у них неплохие густые белила мне не нравится я ими пользуюсь выкладываем их на палитру отставляем сторону следующая краска весенняя которая нам понадобится это наше солнышко и для него мы берем какую-нибудь желтенькую красочку ну давайте возьмем одну вот такую желтую акриловую и вторую возьмем желтую чуть-чуть потеплее друзья напишите пожалуйста какая у вас погода у нас сегодня с утра солнышко как-то сразу начали вещать это все серьезно вот хочется узнать какое у вас настроение сегодня такой день замечательный дима расскажи какое у тебя настроение сегодня праздник в принципе женский да прекрасное настроение я сегодня утречком стал съездил за цветочками вынес мусор наступил в грязюку испачкался чуть не упал ну вообще что так неаккуратно отлично нет у нас здесь грязь вроде как снежок выпал пару дней назад но грязь сейчас стала но зато весеннее настроение я уже предвкушение тепла почек листочек уже чуть-чуть чуть-чуть и все зацветет мне очень нравится запах весны это ощущение у меня еще с детства когда я выходил из дома шоу в школу третий класс пятый класс шестой класс ну такие вот такие вот ты помнишь весну в такого возрасте я помню весну в таком возрасте я помню запах помню птичек пение птиц настроение всегда почему-то адреналин 8 марта это такой момент когда наступает весна первое второе еще не понимаю что уже все скоро лето и почему-то всегда такое ощущение предвкушение какого-то чуда счастья могу открыть и зубы мне зубки надо беречь это так нет только зубками давайте выложим немножко синенькое не знаю понадобится или нет сейчас начнем красить так я выкладываю желтенький какой-нибудь розовенький зеленую краску на палитру сейчас мы еще какой-нибудь найдем интересный цвет девочки всем здравствуйте кто только что присоединился всех с праздником девочки девочки поздравляю всех с праздником девочки вас тоже с праздником давайте уже много взяла какой цвет красивый праздничный красивый на палитре почти все не все не все мы сейчас добавим давайте вот такой еще возьмем ну и пожалуй пока хватит потом разберемся откладываем палитру в сторону еще сегодня лоточек у кошечки поменен тоже а я еще сегодня съездил магазин для нашей кошечки купил вкусняшную еду тоже думаю порадует лису купил и желудочка вот так вот печеночки купил но она счастлива будет лиса вообще счастлива так берем водичку и начинаем окрашивать нашу поножку значит первое что мы делаем это мы берем какую-нибудь кисть большого формата вот и закрашиваем фон для фона я беру темно-зеленую добавляю в нее чуть-чуть синенькой прям такой чтобы он темный был и этим цветом закрашиваю досточку и потом свистить чайник и потом свистить чайник можно ее хорошо так развести и вот с этих сторон я хорошо хорошо прокрашиваю давайте вот так сделаем смотрим все поднутрения прям не боимся прокрашиваем всю поверхность заходим на листики ничего страшного в этом нету досточку я не ошкурила по краям что-то я за нее забыла ничего страшного тоже нету закрасим краску можно пожиже развести на первый слой и хорошо смотрим всю поверхность прям с цветочками и с листиками вообще не боимся вот такие маленькие работы они убирают у нас чувство страха того что что-то будет не так то есть можно прямо взять кисть и смело все проходить все прокрашивать и не бояться ты мне принес чаёчек спасибо большое а ты его сегодня пить тоже будешь или не будешь не будешь будешь то я тебя знаю хорошо выкрашиваем со всех сторон вокруг цветочков ирина пишет у нас перед окном кормушка помогаем ташкам перезимовать подкармливаем сейчас прилетела стайка жаловливых воробнишек штук 20 тоже передают всем весенний привет и воробьишкам и воробьишкам привет это здорово у нас нет кормушек да? нет нет есть у нас кормушки на улице есть есть но не под нашими окнами а вообще есть но у нас здесь зима не такие холодные нашим птичкам наверное чуть попроще к нам Петя прилетает часто какой? дятел дятел? дятел Петя да почему ты меня? напротив он уже года два прилетает до сих пор не познакомил меня с ним с дятлом лиса уже с ними знакома вот такой у нас темный фон у нашей травки прокрашиваем все травинки заодно смотрим со всех сторон чтобы краска хорошо затекла крутим работу с разных ракурсов вам слышно как у нас тут кошка бегает? интересно со всех сторон прокручиваем смотрим итак пока я крашу я хочу вам кое что рассказать мы с Димой решили что у нас такое теплое время года вот и вообще такое замечательное которое нужно как-то вместе с вами приятно провести чтобы она запомнилась это первая весна наверное в школе Руденских да Дим? да вот и мы решили провести 19 и 20 да? Дим? какие даты у нас там? марафон я не знаю я не знаю 19 и 20 марта марафон выходного дня бесплатный вот на котором мы будем делать работы в новой технике которые будут посвящены весне вот а что там будет я вам пока не расскажу это пока мы держим в секрете вот тему я уже придумала никому пока не говорила и Диме в том числе вот поэтому мы вас всех приглашаем на марафон выходного дня который состоится 19 и 20 марта вот там будет такое условие участия вам нужно будет во-первых подписаться на группу ручная лепка ну вы в основном уже все подписаны да? и сейчас мы сюда еще чуть-чуть светленького добавим так это первое второе сделает репост этого поста он находится у нас в группе ручная лепка и после этого подать ссылку в закрытую группу и я вас добавлю на этот марафон вот ближе к 19 и 20 и скажу какие материалы будут нужны вот вот я думаю что всем будет приятно и интересно это будут такие интересные очень работы что? красиво ты так прийтих смотришь вопросительно девочки еще раз напоминаем у нас состоится марафон номер 3 марафон выходного дня да бесплатный но он будет проходить в закрытой группе чтобы попасть в эту группу вам необходимо будет сделать репост и подписаться на группу ручная лепка после того как вы сделаете репост вам необходимо будет написать Юле и она не надо писать просто туда подаете все и я вас там добавлю подаете заявочку да я подхожу смотрю захожу в группу захожу к вам на страницу вижу что вы сделали репост вот что вы подписана на ручную лепку и вас просто добавляю марафон будет проходить в закрытой группе просто так туда без репоста без репоста не попасть да плата за вход на этот марафон будет репост и подписка на группу ручная это будет уникальный мастер-класс очень красивый очень весенний очень нежный думаю все девочки будут просто в восторге от таких работ вот на сто процентов могу сказать что всем понравится вот а пока вы вас ждете мы будем лепить рыбок пиончики вот и также проводить прямые эфиры в круг сегодня обязательно рецепт самой лучшей массы аналогов который нет и не будет единственной неповторимой да по всем материалам в группе все все что нужно будет на марафоне мы будем рассказывать показывать объяснять тем кто новенькие будем показывать как работать с массой вот как работать еще кое с чем чем будет много интересного приходить очень пока все это будет все узнаете уже надо да 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 все узнаете на эфире давайте в тени добавим чуть-чуть синевый ольга пишет у нас зима пасмурно настроение классное мне подарили рыбку после эфира оформлен ольга замечательно здорово а мне тоже подарили рыбку дать мачка да рыбка это прекраснейшая работа друзья никто кроме меня вас не научит делать тем более такую такую композицию и действительно это это реально такой классный подарок мастер-класс марафон который не требует особых пластических каких-то моментов в массе просто техническая работа техническая но в то же время и творческая и так что мы сделали мы с вами взяли темную красочку и этой краской закрасили весь фон далее мы добавили чуть-чуть белил сделали его здесь чуть чуть посветлее вот у нас получается такая травка густая и на этой травке растут цветочки сейчас я выключаю звук немножко сушу эту картинку и мы с вами проходим первый слой по цветам и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я лично когда всегда Проще на природу есть Когда очень люблю, очень Когда я выезжаю на природу Мы с друзьями выезжаем на природу Всегда, где мы останавливаемся Мы собираем вокруг Идем максимум Куда дошли Километр делаем радиус Весь мусор собираем Банки пластиковые И свои, и свои Мы не только свои Мы чужие собираем Чтобы было чисто я просто не понимаю тех людей которые бросают мусор за грязь вот ты приехал на природу ты отдохнул взял тут насвинячил никто там за тобой убирать не будет мы всегда когда приезжаем мы всегда берем ваши мешки и убираем мусор вокруг где мы вообще отдыхаем но не только вот 10 метров мы идем вообще максимально прошли далеко за видимость как видим туда видел и собираюсь по кругу километра я на разогнул далековато но примерно где-то на 500 500 метров точному по радиусу прошли самый крупный мусор убрать я считаю что если ты ты живешь на этой планете планета дает тебе много всего полезного солнце воздуха растения дают тебе чистый кислород в общем я считаю что земля дает вкусные плоды то есть ты живешь за счет этого еще свинячить гадить и загрязнять вообще я не понимаю все с тобой согласно елена спрашивает как подать заявку в закрытую группу не получается почему не получается получается к елена елена кириллова получается все новые просто закрытую группу пишите закрытую группу просто подаете заявку все я вас добавлю я просто еще никого не добавляла все получается вот да конечно можно оплатить марафон по рыбке в описании в нашу группу зайдите там есть либо в ютюбе вы из контакта пишите да можно можно оплатить конечно марафон начинается завтра в шесть часов вечера по москве это у нас уже затрудка начинается я все пропустила что как-то пустила этот момент итак мы окрашиваем цветочки аккуратненько кисточка выкрашиваем смотрим со всех сторон чтоб все было ровненько и красиво переворачиваем я крашу в такие такой розовый цвет цвет называется орхидея это мошенники нити не пишите никому девочки принимаем заказы только я либо юля больше никто ссылка на лендинг а то есть злата можешь заблокировать группе вконтакте у нас помощника у нас нету девочки не кажется мошенник никаких только мы только я или юля есть лендинг он в нашей группе от нашего имени от имени группы только есть все больше никаких никто не принимает по всем вопросам оплаты пишите только нам больше никого никому не пишите в речку нам поэтому будьте осторожны у нас очень много таких товарищей которые причем иногда мне же пытаются продать мои же хопастер-классы было такое и марафоны у нас очень очень часто такое что кого-то из нашей группы тоже девочки жалуются это у всех у всех мастериц кто проводит марафоны в закрытых группах или вообще предлагают мастер-классы сразу появляются люди которые за юлю молоды начинают продавать до молоды также принимать заказы только юля поэтому будьте пожалуйста осторожны всем иногда мы очень наивные даха но заказывает принимаем только я либо июля лучше на никто я могу сейчас просто ссылочку сюда в чат кинуть моего имени чтобы вы знали что это ссылочка ну вот это цветочки я делаю поярче у нас там разные будут этот мне будет вот такого цвета и аккуратненько аккуратненько выкрашиваем все под внутрения только через нас либо мне либо юлию юли в личку пишите и мы вам сами лично все ссылки да все 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 вот и мы не ходим ни по каким ссылкам которые посторонние присылают это тоже очень опасно потому что как только вы по какой-то ссылке прошли не туда по непонятным так можно сразу вот я попасть на машину кого вот эта ссылочка на лендинг который можно оплатить марафон золотая рыбка это у нас получается 9 10 11 будет золотая рыбка а 12 числа на рыбке будет перерыв 12 13 и эти дни мы будем вещать пион марафон по пионам по цветочкам вот так это сейчас выглядит ну и давайте этот цветочек который там дальше сделаем пожалуйста сделаем какой-нибудь вот такой как покрашиваем все поднутрение аккуратненько стараемся не было на такие люди которые и мусор и выбрал свои такие наглые люди вообще это в этом о чем что пропустила такие которые сейчас вмешиваются и говорят вот туда оплачивает на другую карту и так далее так причем и очень много мошенников которые распространенная особенно в контакте когда взламываю страницу пишут родственника что там несчастном случае какую-то деньги спрашивают помощь это в любом случае кто начинать деньги спрашивает там привет как дела помоги и так далее мошенники сто процентов иногда я начинаю просто прикалываться мошенниками есть минутка игру его и ей да 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 сколько тебе полмиллиона 2 миллиона 10 лучше давайте в этом квартиру подарю либо так слушая с тобой сегодня только что виделся на на карту на какую карту в это бы я так ты же говорила что ты не любишь в это когда такое говорила так вот вчера с тобой разговаривали что никогда в жизни карту в это бы не заведешь почему на в это бы давали еще что-нибудь такое это же карта друга да нет мыши только только я у тебя другу те же больше нет друзей так аккуратненько подкрашиваем самый такой процесс у нас со всех сторон выкрашиваем где-то белая краска это розовая и мазочками у нас получается один темный один ядерный такой на камере дать ядерный в живую не почему на камере не сильно ядерный я максимально цветовую передачу настрою так чтобы было все все как все как на на реальности до выкрашиваем со всех сторон теперь можно чуть-чуть посушить сейчас я выключу звук а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Подкрашиваем этот цветочек тоже Субтитры создавал DimaTorzok 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 И они каждый раз показывают все наши работы Рассказывают На такая выставка Видео показывают Так приятно Ты после эфира скажешь, что я решила рыбку подарить? Да Которую ты будешь делать на эфире? Нет, которую я буду окрашивать Которую ты будешь окрашивать Потому что твою первую, я ее никому не дам итак итак мы берем кисточку небольшую до дата и не дам никому так мы берем небольшую кисть и и ниже чуть-чуть красим на фоне можно чуть-чуть и с водой разнуть не было сильно ядерно где-то добавляем такие фиолетовые полосочки чуть-чуть слегка и травинки фиолетовая которые у нас будут подсвечивать им будет солнышко такое они будут сюда их можно куда-нибудь добавить ты взяла розовую красочку и просто делаешь дополнительные до травинки которые делаю розовой красочкой так намеком да по фону намеком если много слишком наложили можно взять сухую кисть и чуть-чуть их размыть эти виды не про красы очень где и не вижу а вот отсюда вижу отсюда девушки не забывайте переворачивать работу туда-сюда вертеть крутить только таким образом вы сможете увидеть не до красы отсюда сейчас я вижу там еще на лепесточках я так обрадовалась думаю все выкрасил так всегда смотришь на работу думаешь ой как хорошо все даже рельеф высокий поэтому конечно же не до красы есть там сложные формы так ну будем считать что это учебная работа мою никому давать не будем отдавать поэтому особо я сейчас выкрашивать лазит не буду вот но вообще да мы когда делаем стараемся везде 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 просматривать со всех сторон потому что если я сейчас буду выкрашивать то это будет до утра до утра ну очень долго поэтому я сейчас показываю теорию но когда будете вы делать свои работы вы учитываете этот момент и все вот эти непрокрасы мы закрываем здесь маленькая кисточка прям под внутренние все меня все выглядит вот так все прям глядя здесь вижу наоборот между лепесточка вот видишь вот там травинка она вроде зеленая я вижу она прям в глаз бьет и я все вижу но я не буду сейчас ее докрашивать и синюшки я тоже чуть-чуть такой синего цвета добавлю и так чуть-чуть подсушиваем и вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Делаем ее посветлее Можно добавить чуть-чуть белил И вот этим цветом Какой-нибудь небольшой кисточкой Мы начинаем проходить фон местами И чуть-чуть его сверху высветлять Здесь у нас солнышко подсвещает Получается Эта часть у нас будет чуть-чуть светлее Лучики солнышка Где-то вот они здесь На ствол будут падать На листики Сверху у нас больше неба И мы эту часть высветляем Можно чуть-чуть по травинкам пройти Девочки, напишите Как вам такой вариант окрашивания Как у вас вообще Какие ощущения Ну пока еще Конечно Не видят пока еще Половина Это только половина работы Что у нас чатик Засмотрелся Умлекся Вот где-то можно взять И что-нибудь Это была кисточка такая интересная Она не здесь Нет, не здесь Ладно Сейчас вот этой Сейчас я принесу кисточку другую Здесь вот Прямо тоже белое Нет Внутри белое пятнышко Вот здесь Вот там Вот тут Нет, так не увидишь Ты закрываешь обеих Вот так вот увидишь Если так посмотришь А вот там белое пятнышко вижу Ирина пишет Красота Теперь она не белая Теперь она зеленая А здесь зеленая Ну пятнышко Это теперь зеленая А, ты вот там? Слушай, а может Давай две руки? Две руки Кстати, а давай Потом проведем Две руки Ну не сегодня А тоже сделаем Будем красить Две руки Да Добавляем сюда Травина Каких-то зелененьких Групповой Такого еще не было Где-то травка Может быть более зеленая Где-то более желтая Как пошло звучит Вот именно Подкрашиваем травинки И все на них такое солнышко Как эфир назовем Друзья, придумайте эфир Для названия эфира Для группового окрашивания Будет интересно послушать ваше мнение С такой досочкой Тамара пишет Весеннее настроение Обеспечено Ну сейчас мы ее докрасим Будет красота Дорисовываем сюда травок Ну вообще, как правило Тандем называется В таких моментах Когда лепим Можно вдвоем лепить Сразу вдвоем окрашивать Это, кстати, очень интересная практика Она очень веселая Между прочим Девочки, можно Такие работы делать Одновременно с детьми Взять мужа Сказать Так, давай сделаем с тобой Тандемную работу А ну давай окрашивать Да И очень, кстати, интересно И Это такая милая работа получится И веселая С одной стороны Листики Цветочки Цветочки Все делать вместе Вообще, я думаю Это очень здорово Думаю, это очень весело Начинаем подсвечивать Нашу травку У тебя капнула Желтая не сильно Страшно Где? Вот Сюда? Кусочек Страшно Так задумано Сейчас мы пройдем здесь Там где-то по фону Чуть закроем Главное не бояться Смело Смело Смелее Высветляем вверх Вот И не забываем Что какие-то травинки У нас Могут быть снизу Светлее Здесь мы какие-то травинки Делаем светлее Вот там у нас Где-то солнышко Может светить За травкой Мы его тоже Сейчас Прорисуем Ты тоже хочешь Еще добавить что-то? Нет, нет У тебя там Белое пятнышко Там у нас где-то Солнышко будет Среди травинок Здесь вот где-то Будет отблески Какие-то Кто-то звонит Пять секунду Поговори Прими все мои поздравления Подкрашиваем травки Рисуем там на фоне Еще какие-нибудь травки Можно где-нибудь Давай отдели ножки Чуть-чуть такой Желтенького цвета Яркого Весеннего Где-то этим же Желтеньким Можно зайти На цветочки Чуть-чуть Тоже солнышко Его будет посветлять Освещать Секретарь принял звонок Все поздравления Принял Поздравления принял Вот И у нас Работа начинает Потихоньку оживать Чуть-чуть Переборщили Лишнюю краску Всегда можно Снять сухой кистью Дима Такая мысль Такая мысль в голову Говорят Давай проведем Открытый Бесплатный И девчонок порадуем И сами приятное время проведем Тамара пишет Спасибо Юлечка За поздравления Всех с праздником Спасибо Тамара Вот так что Девчонки наши Еще все не в курсе Я Эфиров Тех которых Я не знаю Что будет проводиться Да я с удовольствием Я люблю такие эфиры Я люблю импровизацию Я вообще Нет Это будет не импровизация Это будет полноценный Марафон Такой серьезный С серьезными работами С серьезными техниками То есть Ну такой же Как мы обычно делаем Платные Да Вот У меня есть просто Идеи Я хочу чтобы Все их вылепили Ну и вам как бы Приятно будет Да Не у всех есть Финансовые возможности Вот И нам будет приятно Тоже с вами пообщаться Вот И работа будут просто Шедевральные Поэтому Делайте репосты Подписывайтесь Зовите всех своих Мы будем рады Всем ограничений у нас Никаких не будет По посещению Главные условия Это Репост И подписка На Да Подписка На группу Ручная лепка Дмитрий Руденский Вот почему-то Группа называлась Ручная лепка Дмитрий Руденский Дмитрий там уже не один А группу Мы решили Не переименовывать Поставить Как есть Людмила пишет Тандем двойняшек Да Можно Слушай Давай попробую Эту кисточку Хитрую Как она себя поведет Кисточка мальчик У нее еще есть Кисточка Девочка Он вообще Для двойного маска Но мы сейчас Возьмем Такой цвет Такой цвет Посмотри Какие Получаются Троинки Как называется Альфа и Омега Кисточки Но там есть Альфа А еще у тебя кисточка Омега Да нет Там разные есть Там есть еще другие Слушай Светлана спрашивает Когда будет марафон 19 и 20 Открут пожалуйста Посмотри 19 и 20 Смотрела Там были 19 и 20 Марта Да Будет 19 и 20 марта Марафон номер 3 Который будет проходить В закрытой группе Но чтобы попасть В эту группу Необходимо будет Сделать Репост И Подписаться На группу Ручная лепка Давайте Сделаем Чуть похолоднее Добавим Таких Мазочков Здесь можно еще чуть-чуть подвысветить Так у нас уже будет небо Не будет часть Чуть-чуть светлее Ирина пишет Название художественных дуплет Или дуплет в красках Ну да Можно Ну да Плит в красках Тоже очень хорошее название Интересное Так Ну а теперь давайте перейдем К нашим цветочкам Сделаем Сделаем их Посветлее И поживописнее Берем белила Чуть-чуть розовенькое Начинаем их Высветлять Такие светлые кончики Нашел еще где-то этот Это листик зеленый Где мы все равно сейчас там Высветлять будем Не страшно И все наши кончики Такая работа Этюд Кончики, листики Там где-то Где травка зеленая Отражается у нас Работа называется 60-ти минутка Да То есть наша задача За час Сделать такую небольшую работу Теперь берем розовый И рисуем свет На вот этих Цветочках По объему По выступающему Вот, видимо, включил преподавателя Сейчас возьмет кисточку Я чувствую Нет И чуть проходим По выступающим частям Держи Вот так Хорошо Продолжаем Спасибо за просмотр Теперь здесь разводим тоже цвет посветлее. Я просто ухожу в работу и все, я уже не понимаю, где я нахожусь в кадре за кадром. И этот цветочек мы тоже начинаем высветлять. У них, по-моему, серединки получаются более светлые, посветлее этих цветков. Делаем его посветлее. Скажите, пожалуйста, у кого-нибудь такие цветы на даче растут? Или на даче, или на участке? Полина, я не затих. Полин Брон. Я не затих, я просто сегодня еще секретарь. Я принимаю поздравления для Юли. Туда-сюда хожу, чаек подаю, кофе наливаю, починюшки приношу. Ты вот чаек принес, а я вот что-то еще никак до него не добралась. Пылинки сдуваю. Полина, скажите, вы пойдете на наш марафон, который у нас будет проходить бесплатный для всех мастериц. Ты пылинки сдуваешь? Угу, с тебя пылинки сдуваю. Угу. Как интересно. Постепенно-постепенно высветляем цветочки, они у нас должны прям светиться. Не, я не притаился. Я нормально, все хорошо. Я просто сижу, и передо мной монитор, я глаза прищуриваю и просто смотрю. Вы знаете, как художники сидят и наблюдают за работой, ну и сели такие, и оценивают ее таким, оценивающим, прищуристым взглядом. Вот, а я думаю, то, что я делаю, и одновременно говорить не получается. Хочется сделать что-то такое нежное, красивое. Светленькое прям, ближе к лету. Полин Брон пишет. Несомненно, что все придумаете. Я с вами за любой кисель. Тамара пишет. Солнечная работа получается. Да. Будет красота. Сейчас мы докрасим. Юль, а на верхушечке будет здесь такой, знаешь, как желтеньким, таким вот плавным, таким переливом. Будет, будет. Сейчас мы цветы пройдем и пойдем опять по фону. Вот так все будет. Ирина пишет, космеи растут, много обожаю. Ольга пишет, у нас везде растут, очень их люблю, веселенькие такие. Я вот этот эскез брала и увидела где-то в интернете какую-то картинку наподобие. Я не помню, что там было. Вот. Нарисовала и оставила. Там поправочка не за кисель, а за кипиш. А, за любопитиш? Ну почему, кисель тоже классно звучит. Слушай, кстати, я хочу кисель. Дима, у нас есть? Кисель. У нас крахмал есть. Из чего его там? С крахмала же варят, да? Точно надо сварить кисель. Хочешь, я свекровь могу попросить? Спасибо, я сама. Я люблю сама кисель варить. Так, так, постепенно-постепенно подсветляем кончики. Добавляем беленького. Кисель можно пойти в полуфабрикат и сварить. Точно интересно. Ну, он тоже, в принципе, подойдет. Подойдет, ну, посмотрим сейчас. Дерешь, покупаешь в упаковочку для киселя и варишь его. Почему? Нормально. Это ты мне сейчас пытаешься уговорить? Нет, но я помню, где цветаки варили, покупали, такая упаковочка, знаешь, сухая. Ты закидываешь и варишь кисель, получается. Девочки, поправьте, если я ошибаюсь. Так делается, какая-то покупается сухая смесь. Да, есть, есть. Вот, и она, кстати, вкусная очень. Начинается под мой кисель сразу. Вкусная. Тоже хочешь? Валентина пишет, таких красивых, как вы рисуете, точно нет. Ну, на самом деле, их можно рисовать очень долго. На эту работу можно потратить и день, и два. Вот она сейчас такой экспромт. Лена пишет, водичку с вареньем скипятить и крахмалом, разведенным водой заварить, и вуаля, кисель. Вот, крахмал с водой. Водичку с вареньем. Варенье у нас есть. Крахмал у нас тоже есть. Или это для массы крахмала? Лена пишет, а кисель в брикетах мы грызли раньше. Да, вот, точно, вспомнил. Спасибо, Елена. Кисель точно я грыз, грыз. Вот он вкусняшный был. Это ж вкус, это радость детства какая-то. В 85-м году вообще, я помню, по-моему, загрызался этим брикетиком. Нет, я еще когда был маленький, чуть-чуть, просто постарше, в 86-м где-то так. Да, 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 в детстве сухой кисель, было круто. Помню, да, вот действительно, помню, ел, брал с кухни вот эти открытые пакетики и... Таскал? Открытые, ну, отламывал и жевал. Добавляем светленького, темненького, делаем переливы. Девочки, напишите, а вы часто вспоминаете детство, какие-то такие моменты, что вы ели, как вы бегали на улицах, играли в резиночки, в мяч, догонялки, салки, что еще были такие игры? Интересно. Ну, у нас был, у мальчиков были другие, там, войнушки, мы в окопах бегали, прыгали. Стрелочки рисовали, помню, миром. Бегали и догоряли друг к другу. Уже классная была игра. А-а-а, переборщила. Рисовали вот эти квадраты, прыгали. На скалках тоже играли. Вообще весело было очень. Ну, очень много было таких игр, когда, ну, не было интернета. Сейчас время-то просто другое. А тогда, когда не было интернета, мы развлекли себя как могли. Причем допоздна, там, кричат тебе, там, иди покушай. Дима, ты где? Сейчас, сейчас. Дима, домой. Дима, ты кушал сразу опять на улице. Вообще не загонишь домой. Реально. Дома. Там единственное, что... Ты мама кричала, Дима, домой? Да, конечно. Конечно, кричат. Перепачкаю все кисти. Галина пишет. Ярослав, компания мальчишек. Казаки-разбойники. Да, и в 70-е это было, конечно, и в вашем детстве всегда. Но сейчас просто немножко другого детства. Я не знаю, что оно неправильно. Это время такое. Ну, просто сейчас дети мало играются, вот так вот на улицу выходят. Но здесь у нас играются. Во дворе, да, у нас собираются детишки. Но у нас не Ростол просто здесь. Поэтому здесь они как-то... Вот вышибалы. Да, ставили такие баночки всякие, ну, камешки выставляли палочкой, палкой. Вышибаешь и бегаешь, догоняешь там салки. Вообще очень-очень было много разных игрок. А мы прыгали в резиночки. Я тоже, кстати, прыгал в резиночки. Ты прыгал в резиночки? С девочками? Конечно. Мне же было интересно, что за игра такая. Вот так вот. В какие еще игры ты играл? В бутылочку. Так, ну, это можно оставить. Дима, Дима. Юль, ну, что там? Да вы вообще стеснялись на девочку посмотреть, Юля. Там щечку чмокнешь и бежишь вообще, убегаешь. Не знаешь, что делать. Что с этим делать? Застрядят потом, конечно. Светлана пишет, вспоминаем кусок хлеба с маслом. Сверху варенье, выходишь на улицу. Вот, точно. Светлана, и такое варенье хлеб. Я помню, Дима, купи хлеба. Дают мне там рубль, там копейки он стоил хлеб. Копейки дали, я купил еду, а хлеб горячий. Вы только что привезли. Я эту корочку, знаешь, все съел домой, принес, огрыз. Девочки, самое интересное, что он до сих пор так делает. Он до сих пор, когда идет с хлебного, ходит за хлебом, приходит и переносит хлеб без корочки. Без корочки, да. Я первое время не могла понять, почему. А потом пошла, тоже у нас есть магазинчик, где продают. Я его покупаю, я понимаю, что я сейчас тоже отгрызу кусочек. Потому что нереально вкусный, свежий, горячий. Лапта, напишите, какие условия вообще игры. Возможно, просто я может название, не знаю. Напишите, что было в этой игре лапта. А тогда, знаешь, и берешь, намазываешь вареньем. Сейчас вспомнил, кто хлеба. С масла, а потом сверху варенье. Выходишь на усы и кайфуешь. Да, и такое все. У меня сразу вкус детства. Во рту такие ощущения начинают срабатывать. У нас сегодня тема такая с детства. С рецептами. Память. Память. Так, берем и чуть-чуть желтенькое проходим. Тоже по цветочкам. Такое солнышко освещает. Нашу работу. На травинке падает. Где-то на фон. Раньше как бы такое. Больше социальное взаимодействие вживую. Сейчас немножко другое взаимодействие. Ну как бы говорить, ну как раньше, как сейчас, ну что было правильно, что неправильно. У нас было свое детство. Сейчас у детей свое детство. И они так же будут с теплотой вспоминать, когда спустя лет 20 что-то вообще не другое. Почему сейчас очень много людей, те люди, которые более социально нравятся и живое общение, они списываются через интернет, собираются в какие-то тоже группы по интересам. Кто такой Руденский, кто такая Юлия Руденская, там встретиться с мастерами, с разными. Узнать много разных техник у других мастеров. Сейчас есть такая возможность. Плюс ко всему этому, до пандемии, ну ездили живые мастер-классы, у кого была возможность, мы встречались, собирались. Вот. Как бы сейчас все это пройдет, и обязательно опять мы возобновим поездки, и живые будут мастер-классы, живое общение обязательно будет. Это все классно. Ну и сейчас также дети собираются, у них также свое общество, они собираются по интересам. Также в группах собираются в кафешки, выходят гулять, прогулки, фотоаппараты и так далее. Также спорт. Да, дитя, сейчас продвинутая. Так, типа выбивалки, это мяч, палка били, пока он летит, успеть перебежать лук, чтобы мяч не попал в тебя. Две команды было. Да, было такое. Было. Прятки обязательно, игры. Лапта, русский аналог бейсбола. Было такое, точно, точно, да, 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 играли, играли. Вот кто? Так, у них, вон, желтенькие серединочки, да? Цветочка. Желтенькие серединочки. Тут какие-то травинки у нас там проглядывают. На самом деле время сейчас очень неплохое, много информации. Очень много хорошей информации. Главное просто уметь ее фильтровать. Вот и все. Марина пишет, работа как живая. Ну, еще никак. Юль, а ты сейчас там эту штучку сделала, мне прям очень нравится, видишь, вот это классно. Да. А будут, знаешь, как одуванчики, если есть такой беленький, просто выслить, чисто беленьким. Можно, мы еще до них не дошли, подожди. Мы еще до них не дошли. Слушай, эту работу повесить у себя на кухне, в какой-нибудь уголочке, подарить. Можно сделать вот под эти, под крючочки. Под эту. Полотенечко вешать, да? Да, под полотенечко, да. Где-то у нас там вот травинки в тени, такие темненькие. Нормально видно на камерах? Хорошо видно. Вот так? Это такие темненькие травинки. Юлина спрашивает, набрызг будет? Нет, не будет набрызг, хотя, наверное, можно. Если честно, я его не люблю, я это стараюсь все закрасить этими. Но можно сделать набрызг. А еще очень хорошо, когда вы начинаете изучать какую-то, ну, к примеру, какая-то новая программа. Что-то новая, ну, я понимаю, что мы все, допустим, привыкли, да, к чему-то одному, но всегда, ну, полезно, полезно изучать что-то. Допустим, новая появилась, к примеру, какая-то новая площадка, ну, не площадка, а какая-то сеть социальная. Новые материалы, новые какие-то инструменты тоже появляются периодически. Новые техники тоже всегда интересно попробовать, как бы, нужно быть в курсе событий, что сейчас происходит. Очень много всего нового появляется. Татьяна пишет, живые космеи получились. Новые техники. Я все время изучаю какие-то новые техники и новые материалы. Я прям вот люблю это дело. Мне нравится изучать компьютерные программы, 3D-моделирование, такие вот сложные. Я могу вообще сидеть, если мне как-то вдруг программа понравилась, часто такое происходит. Я прям сажусь и могу недели, сутками почти не спать. Я там до 6 утра разбираюсь, пошел прилег, пару часиков поспал. У меня сразу я глаза открываю, так надо пойти дальше продолжить. И пошел информацию все, упитываю, изучаю, читаю. И все ролики, которые у нас делает Дима сам. Вот, вся рекламка, которая у нас идет, ее я рисую сама тоже. Никого не просим, никого не ждем. Очень нравится самим делать. Да, очень нравится самим. Я вот на этот эфир, который у нас будет, нарисовала минут за 10, наверное. Такие графические я уже как бы давно не делал. Я делаю так более простенькие. С графическим там надо очень много времени уделять, чтобы сделать достаточно очень хороший, грамотный ролик именно с компьютерной графикой. Ну, по крайней мере, я уже изучил, как это все делается. Так, кое-где можно сделать такие прям светлые моменты. Александр спрашивает, рисовать на воде пробовала? Да, пробовала. У меня были краски, я их подарила одной. И песчаные рисунки белых. Вот песчаные не пробовала. Песчаные рисунки, там необходима практика. То есть, помимо художественного образования, обязательно должна быть практика и понимание вообще, что происходит. У меня знакомые девочки, мы учились в институте. И пару из них, я точно знаю, они занимаются именно песчаными рисунками. Выступают, есть... У них выходит... Ну, они по городам ездят и выступают с песчаными рисунками. Очень классно получился, под красивую музыку. Очень эффектно. Причем, обязательно должна быть такая большая практика. Это, кстати, другое направление. Очень интересно и очень классно. Всегда эффектно. Очень эффектно. То есть, ты создаешь как бы мультфильм, какие-то действия, допустим... То есть, отработано должно быть. Да, должно быть и отработано. И это действительно очень такая прям серьезная, мощная штука. Ну, песчаная анимация Александра очень нравится. Это очень классная тема. Я сам не пробовал. Но мне это очень интересно. Я всегда смотрю, за знакомыми наблюдаю. Они проводят выступления с песчаной анимацией. Это что-то, да. Это искусство. Это прям великое искусство. Это надо любить, в первую очередь. Ну, вот уже появляется. Палитру не видно. Палитру не видно. А на палитре здесь уже, скорее всего... История, атмосфера. Да, классная тема. Я согласен. Полностью с вами тема вообще просто классная. Еще можно наверх добавить цвета. Так, вот ты просил. Вспомнила, что ты просил. Да, что-нибудь светлое на фон, на плоскость добавить, чтобы... Что-то типа такого вот одуванчика. Знаешь, такой маленький. Ну, не то, что набросил сделать, а вот такой щетинка. Вот, правильная кисточка хорошая. Подожди. Посветлее. Сейчас, 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 сейчас возьму. У меня тут на палитре уже что-то только нету. Александр, вы прям меня немножечко так вот вдохновили. Хочется пересмотреть интересные такие работы. Я очень люблю, мне нравится мультипликация. И когда учился и в художественном училище, и в институте, я частенько пересматривал разные такие моменты, когда можно сделать какую-то такую мультипликацию, какие-нибудь действия руками. Ну, это все понятно. Так, в общем, мне всегда нравились какие-то такие действия. То есть, ты создаешь атмосферу, создаешь какую-то такую тему режиссуры, и ты начинаешь рисовать какую-то историю. Вот, эта история, конечно, в рисунках, она в этих движениях песка, под классную атмосферу музыкальное сопровождение. Это вообще что-то нечто. Юля, ты не смотрела, да? Ну, как бы, ну, я знаю, ты смотрела, но не особо, да? Что? Уделяла внимание таким моментам. С песком. С песком я смотрела, почему мне нравятся красивые вещи. Красивые вещи, но я не пробовала. То есть, у меня даже в мыслях не было, что можно попробовать. Александр пишет, кстати, всех девушек в чате и художницу поздравляю с праздником. Ой, спасибо, Александр. Вот такая у нас работа получилась. Сейчас мы чуть-чуть сюда еще вот таких же цветов добавим. И вот такая красота у нас получилась. Можно еще светленькой краски взять сейчас. Это действительно, когда мы учились в Греково, мы думали, вот нас в группе было 8 человек. 7 мальчиков, одна девочка. У нас даже староста была девочка. И мы думали, что вот мы все, когда получим дипломы, мы выйдем уже во взрослую жизнь самостоятельную и будем все скульпторами. Но получилось так, что из нашей группы, кто продолжил заниматься творческий путь по скульптуре, 3 человека осталось. Все остальные перешли в другое направление. Кто дизайн, кто вообще, только детьми занимается. Ну, как бы все. На этом все закончилось. Из художниц тоже мало кто, тоже знакомых, продолжил делать, писать картины, тоже сложно как-то все получается. Вроде отучились, получили образование, но оно как бы осталось корочкой. Поэтому не надо своих детей отправлять туда, куда они не хотят. Кто-то занялся в совершенно другую область деятельности. Совершенно по-другому. Давай добавлю еще несколько решок, какой кистью. Сейчас так мы его дорисуем. Я мысль потеряла. Я хотел сказать, что мало людей, кто действительно кому нравятся какие-то свои... Какое-то определенное направление в искусстве. И отучившись, получив образование, он продолжил заниматься этой деятельностью. Из десяти человек, три человека, возможно, четыре человека, возможно, будут продолжать свою деятельность. Другие перейдут на совершенно другую... Но наши ученики, они осознанно приходят творить. И тут уже совсем другое. Да, и здесь уже другое, когда ты уже понимаешь, что ты действительно хочешь. И какие-то такие детские мечты. Школа Руденских, это другая тема. Всегда приходят те, кто действительно хотят обучаться, хотят творить, познавать что-то. У меня в детстве было немного другое. Я вообще был такой шебушной, и я не понимал, что я хочу. Я хотел стать водителем автобуса. Мне очень нравились автобусы. Я в детстве, у меня было зеркало такое складное, ну, высокое. Зеркало, но он так складно. Наверное, хватит. Знаешь что, сейчас, подожди, я сейчас добавлю сюда чуть-чуть. Чуть-чуть добавлю, знаешь чего? И я его отворачивал, ставил, типа, руль такой, не знаю, находил какую-то картонку, вырезал и рулил. И говорю, так, следующая остановка там такая. Я все в краске, нет? Посмотри. Нет. Следующая остановка такая-то. И играл. Я думал, мечтал стать водителем автобуса. А потом меня направили, отправили в художественную школу. А, мой одноклассник рисовал черепашек-ниндзя. Черепашек-ниндзя на оснасте. Я думал, как он такое рисует? Да это невозможно. Он рисует, а я не рисую. Я пошел потом в художественную школу. После художки у меня дядя художник. В Ростове, на дну, Рубинский Владимир. Вот он график. Это график тоже от Бога. А потом я только полюбил. Я даже когда поступил на живопись, в педагогическую отделение, я перевелся потом в живописную, год отучился и перевелся на скульптуру. На скульптуру перевелся только по одной простой причине. У меня там учился друг. Туда поступил. Мне было интересно. Я бегал по разным группам. Мне было интересно то, чем заниматься. Но скульптура меня просто впечатлила. Мне впечатлил объем. Что можно создать из объема. Но я понимал, что отучившись на живопись, как бы скульптуру, я буду не так понимать. Я хотел более углубиться в такие вещи. То есть ты пошел на скульптуру осознанно. На скульптуру я перешел неосознанно. Я на скульптуру перешел, потому что мне там друг учился. Но потом-то ты понял. Только спустя, когда я закончил Грекова, даже на пятом курсе, когда я учился, защищал диплом, я уже начинал понимать, что скульптура это классно. Это чисто такая мужская тема. Во-первых, помимо скульптуру я могу и постройки, я много чего понимаю. И вообще я и строитель, и скульптор, частично архитектор, и дизайнер. В общем, немножко такая глыба увеличена. Я понимаю больше в этих моментах. Что касается материалов, строительных материалов. Причем потом научился и каркасы варить, и сварщиком стал, и так далее. У меня пора уже отбирать. Я уже пойду сейчас не туда. Я отчатик отвернулся. Зима такой рассказывает, рассказывает. Александр Макаров пишет. Еще мне нравится на улицах баллончиками с краской рисуют на бумаге. Очень классно. У нас есть такие. Американских товарищей часто смотрят, очень классно рисуют, прям эффектно собирают норов вокруг себя и рисуют такие. пейзажи, архитектуру, здания, ночные. Уже какая у нас весна получилась. Девочки, венди, какое у нас прям весеннее настроение такое. Чуть-чуть таких белых мазочков сейчас добавим. Прям такая живая-живая, да? Работа? Весенняя. Праздничная. Больше летняя, наверное. Явка летняя. Ну, да, она, скорее всего, летняя. Ну, зато какая красота. Вот лето еще не пришло, а у нас уже на улице еще мороз. У нас уже такое настроение летнее получается. Любовь, привет, нам присоединились, пишет, что ребята пропустила. Гости, гости, гости. Всех наших девчонок еще раз праздником. Попала на фильм только к самому концу. Любовь, вы слышите, да, пересмотрите без проблем в нашей группе ВКонтакте. А еще у нас будет бесплатный марафон. Для тех, кто опоздал. Да, давай, Юлечка. У нас будет бесплатный марафон, мы будем рисовать весну. Будет шикарная работа. Марафон номер три. Марафон номер три, да, 3-го числа у меня был день рождения в декабре. Девочки меня все поздравили. Вот, и поэтому марафон номер три, люблю троечку. Мы будем делать прекрасную работу весеннюю, очень-очень красивую. Вот, я ее придумала, но пока никому не скажу. В общем, условия в марафоне вы подписываетесь на группу «Ручная лепка», но Любовь у нас уже подписана. Делаете репост этого поста у себя на странице. И после этого делаете заявку в группу, и я всех туда буду добавлять. Проходить будет закрыто. Да, проходить будет все в закрытой группе, но марафон будет серьезный. Нужно сделать репост и подписаться на группу ВКонтакте «Ручная лепка». Да. И все. Слушай, по-моему, хватит. Да, хватит. Вот это увлеклась. Прям увлеклась, увлеклась. Он вверх ногами у них или нет? Нет, нет, все нормально. Все, как ты видишь. Такая красота у нас получилась. Сколько мы ваяли? Ты писала, расписывала. Два мы начали. Полтора часа. Вот. Полтора часа на такую досточку. То есть, что мы сделали? Сначала мы прокрыли. Сейчас я вам все расскажу, всю последовательность. Сначала мы прокрыли темным цветом фон. Потом мы начали потихоньку-потихоньку добавлять травинки. Всякую мелочевку. Добавляли-добавляли. Высветляли-высветляли. Потом мы кисточкой такой растрепанной сделали. Скажи, немножко объемчику. Слегка ребром. Ну, так поставить. На ребро. Видите объем? Ну, то есть, это не просто плоская, она объемная. Вот, еще у меня будет марафон с пиончиком. Вот с таким. А давай на ту камеру, да? Итак, у меня будет проходить марафон по пиону. А вот эту работу мы сделали сегодня. То есть, в принципе, вы видели, да? Вчера вы лепили работу. Сегодня мы ее окрасили. Вот так, чтобы у меня было видно. Куда мне ее? Сюда. Сюда. Вот. Сегодня мы ее окрасили. Такая работа получилась. Цвета немножко не передает. Здесь свет. Освещение другое. Поэтому... То есть, в принципе, вот, видите? Здесь объем, здесь делье. Здесь работу можно показать, что есть только на эту камеру. Потому что там большой свет. Освещение. Да. Цвета не передает. Только вот эта камера передает цвета. Угу. По цвету камера передает. Так как Юля окрасила. Так как есть, да. Так как есть. Вот. Работу видели, да? Берем, окрасим. Марафон, который у меня будет проходить по пиону. Мы будем один день... Первый день мы будем лепить цветок сам. Вот. Второй день мы будем окрашивать. Там я подробненько буду рассказывать. Переключаем. Здесь я буду подробно рассказывать полностью, как лепится. И подробно буду рассказывать... Сюда, в цепь, в сторону. Подробно буду рассказывать, как окрашивать работу. То есть, все переходы, все мелочевки. Как сделать тень усилить. Как сделать свет более ярким. Как сделать фон. И всякие спецэффекты у нас здесь будут с фоном. Мы отдельно поработаем. Вот. Марафон этот будет проходить у нас 12-13 марта. Правильно? Да. Вот. 12-13 марта. Записывайтесь, кто еще не записался. Стоимость марафона 980 рублей. С этой липой, да. Чуть-чуть. Вот так. 980 рублей. Кто не записался, подзаписывайтесь. Вы лепите вот по такому цветку. И также окрасите красиво, живописно. Это все будет смотреться. А4 формат. Формат А4, да. И уровень сложности здесь для трехлеток. Вы лепят все. Не пугайтесь, что все. Все это фразы трехлеток. Да, друзья. Кто не умеет лепить, научим. Здесь мы на работе. Научим всех. Окрашивать тоже научим всех. Расскажем, покажем. И у всех получится шикарная работа. А на этом мы с вами прощаемся. Поздравляем еще раз всех с 8 марта. Желаем всем любви, здоровья. Девочки, весеннего настроения, счастья, здоровья и творческих успехов желаю вам. Всего хорошего. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok